Я хотел просто, может быть, я думаю, что потом Нехам будет это вести, но поскольку, значит, ну, хотел несколько слов сказать буквально про то, что вообще предприняли мы тут интереснейший форум о проблеме еврейства, Израиля и человечества. И эта тема, на самом деле, еще вообще не стала по-настоящему темой философии, хотя темой размышлений она уже давно, конечно, является. И мне кажется, это очень интересное начинание, но давайте тогда, может быть, я тогда передам слово Игорю, а потом… Да? Хорошо? Ну, давайте, да. На самом деле, я сегодня больше настроился слушать, чем рассказывать. Только одну секунду. У меня ты черный, а ты можешь учить камеру или это не важно? Я могу попробовать, мне гораздо будет хуже тянуть, у меня не очень сильно. А, ну, я думал, что это ошибка. Нет, ну тогда бы с этого. Нет, нет, нет. Это проверено я. Да, значит, я думаю, что многие были в прошлый раз, когда мы говорили про Банамозага. Если не были, я думаю, что нет смысла пересказывать биографические статьи. Я могу попытаться объяснить, почему мне он очень интересен. Почему, мне кажется, что то, что Илья написал там про тему сегодняшней встречи, совершенно как бы на Мозагу не имеет отношения. Значит, для меня он просто, может быть, из всех, кого я знаю за последние, там, я не знаю, 200 или 300 лет, самый загадочный персонаж, самый непонятный. То есть, с одной стороны, про него, в общем, довольно хорошо известно, там проходят конференции, упоминают его все-таки разные люди. Вот Асланов там про него регулярно пишет, Идаль про него довольно много пишет. С другой стороны, реально его никто не знает вообще. И связано это с тем, про что и говорил Илюша, или писал там в своем письме, что главная его книжка, ее многие цитируют по имени, мало кто читал. На самом деле, ее практически никто не читал. Но это известно, что его самая главная книга, она, в общем, вышла в пересказы через 15 лет после его смерти на другом языке, на том, в котором он не писал. И вышла там, ну, по разным источникам там, от пятой до десятой части ее. Самые интересные вещи остались в рукописи. А другие книги, которые он, я не знаю, создавал, они очень специфические. Есть у него полемика, есть у него очень интересный комментарий на Тору, который, вот как известно, сжигался. Но все время, когда читаешь, когда удается что-то понять, прочесть, не понять, точнее, достать из того, что им написано, все время остается ощущение, что это какой-то самопересказ, что человека не слышно. То есть все время у меня с ним какое-то ощущение второго дна. То, что он говорит, это очень дидактические вещи. То есть, скажем, вот книжка его «Израиль и человечество», которая написана, безусловно, написана не для евреев. Она всему миру пытается рассказать что-то, про что-то очень интересное. и использует для этого, как бы, не знаю, лексику, фразеологию, которая принята в тот момент. Он считает, что он решает проблему религиозного кризиса своего времени, он об этом пишет, и пытается людям объяснить, какие он видит из этого выходы. Я думаю, что очень мало из того, что в этой книжке сказано, можно воспринимать как его личную позицию, с одной стороны, потому что в этом есть очень большой элемент дидактики, объяснения людям на том языке, на котором они способны понять. Но то, что через это просвечивает, мне очень-очень симпатично. В частности, одна очень симпатичная деталь, которая меня первый раз потрясла, когда я стал как-то его читать, то, что его интерес к мировой культуре, он диаметрально отличается от того, что мне известно про интерес еврейских мыслителей 19-20 века к мировой культуре. То есть когда он демонстрирует свои познания в филологии, в биологии, в истории, в сравнительном религиоведении и так далее, он, с одной стороны, явно это делает не из позиции комплекса неполноценности, то есть не то, что он пытается заработать какие-то очки на арене, без которых его не сочтут достойным принятия в клуб. С другой стороны, он не подстраивается, именно в этом, в интересах своих, он не подстраивается под аудиторию. Он занимается этими вещами не потому, что это тот язык, на котором его слушатели способны услышать, и не потому, что он хочет, как я сказал, получить очки, не потому, что ему интересна апологетика, а потому, что ему действительно это интересно. И это само по себе уникальное явление. Для меня, по крайней мере, я впервые вижу человека, который с потрясающим интересом начинает описывать теории биологические и Бонетта, и Галлера, и Кувье, Бальбиани, Плюгера. То есть, в общем, самые-самые такие неожиданные повороты, вот буквально только что из печатного станка к концу XIX века, обсуждающие довольно сложные вещи, обсуждающие проблему полиногенеза, обсуждающие проблему возникновения видов и так далее. Для него всё это безумно интересно, и каждый раз он подходит к этому. Ну, я не знаю, лучше всего, наверное, это тот же самый Горден, которого, я думаю, сегодня Илюша ещё будет упоминать не раз, и Хама, может быть. Яков Горден всё это сформулировал в своё время, что наша задача – это визеншафт и юдентум вывернуть наизнанку, потому что вместо того, чтобы подходить к еврейской традиции с средствами, с арсеналом современной науки, филологической или исторической, гораздо интереснее те реальные проблемы сегодня научные, или не только научные, которые нас интересуют, пытаться их анализировать в еврейском контексте, пытаясь понять, что же это могло значить. И вот когда он, например, там, я не знаю, Флюгера или Бальбиани начинает читать в контексте Кабалы, и в контексте Адама Кадмона, и в контексте разных уровней души и так далее, это уникальным образом не вызывает, как сказать, пожимания плечами и омерзения, потому что у него это связано не с апологетикой, а именно с живым интересом, и при этом он живёт и в том, и в другом мире уникальная вещь. Так вот, в том, что касается народов мира, я думаю, ситуация очень похожа на ситуацию отношения Бенамозага к науке биологии, или к науке истории, или к науке филологии. Это для него действительно интересно. Он не пытается кому-то что-то продать. Он действительно видит очень серьёзную, интересную проблему. Решение, которое он предлагает, оно совершенно, ну как-то сказать, не то, что Илюша сформулировал в анонсе сегодняшней встречи. То есть, во-первых, это не взгляд иудаизма. Я думаю, что в больших скобках, что большая удача жизненная Бенамозага была, а то, что его родители вовремя переехали в Италию, и он родился внутри итальянской культуры. Почему это удача? Потому что итальянский язык – один из немногих, в которых слово «эбрео» существует и не носит, скажем, как в польском, уничижительного оттенка – гебрайский. Вот для итальянского языка «эбрео» – это правильное название еврея. В этом смысле русский язык, он почти как итальянский. И иудаизм для Бенамозага – это, в общем, некая терминальная стадия, терминальная, побочная, не очень интересная даже. А то, что гораздо интереснее, это то, что… Ну, наверное, правильнее всего перевести словом «евриют». Для него это одно из ключевых слов. И вот этот самый «евриют» – он, вообще говоря, возникает раньше, чем евреи как таковые. И, безусловно, евреи, то, что евреев делают уникальными, это именно «евриют», а вовсе даже не иудаизм. Это длинная отдельная тема. Я думаю, что Нихама, может быть, про нее немножко будет говорить, потому что в наше время уже вот эзотерику Бенамозага в экзотерику, конечно, Маниту превратил. И вот эта тема того, что «еври» – это некая центральная точка для Маниту, это становится, я думаю, очень важной эзотерической темой, а для Бенамозага она, конечно, немножко экзотерическая. Эзотерическая, пардон. Вот. И вторая вещь – то, что, конечно, конечно, «ноохизм», который там был упомянут, проект «ноохизский», это не совсем проект. То есть это меньше всего проект универсальной лиги. Действительно, идея «ноохизма» – она очень важная для Бенамозага, скажем так, важная, по крайней мере, в том объеме, в котором мы его знаем, потому что знаем его в основном благодаря его книжке. Книжка была написана для неевреев. Так вот, в этой книжке очень много говорится про Бнейноах, про Герошар, про отношения между евреями и народами мира именно в контексте «ноохизма». Но то, что фундаментально, что речь не идет об универсальной религии. Вот христианство – это универсальная религия. Потому что христианство, в общем, считает, что в конце концов люди созреют до того, чтобы все сплотиться в некой единой общей религии. То есть различия людей, они растворяются, потому что не стенели на ней иудеи, понятно. Это универсальная религия. Вот термин, который был одним французским раввином, придуман в этом плане, универсалистская религия, может быть, в данном случае более подходила для наохизма, идея того, что… Или не идея, а план, даже слово «проект» не очень правильно назвать, что, ну, скажем так, что бессмысленно искать некое общее учение или общее верование для всех народов этого мира. Потому что именно потому, что это 70 народов, это 70 царим, которых Мишка Иванов очень любит вспоминать, совершенно необязательно и ненужно, недопустимо заменять их чем-то одним, единым. Но существует нечто, что за ними, за всеми стоит. И опять, как каждый раз, когда там пытаешься разобраться с бономозгом, понимаешь, что аспект эзотерического, в том, что он говорит, он совершенно сопределен, потому что каждая тема, которой он касается, раньше или позже ты выходишь на уровни, про который, в общем, практически невозможно или вообще невозможно разговаривать. он это делает, может быть, даже больше, чем, казалось бы, позволено, что тоже его очень сильно отличает от атмосферы XIX века. Пожалуй, единственный серьезный, не знаю, полемист, раввин, мыслитель XIX века, который к Кабале относится не просто с пониманием или с уважением, и уж, конечно, не с презрением или с преследованием, как было, в общем, принято в те времена просвещенные, а видит в ней основу всех своих дальнейших построений. И я думаю, что львиная доля этих построений, она просто не выходит наружу. Ну, в частности, идея вот этой самой универсалистской религии, отношения к человечеству как к чему-то единому, по сути, и многоликому, и очень сильно связанная, кстати, с тем, что Асланов в своей статье абсолютно правильно упомянул, точка, на которую возвращается много раз Бономозок, то, что есть очень интересная связь между, ну, условно говоря, семитским, еврейским, прежде всего, подходом, и подходом арийским, так условно говоря, когда арийским, который включает в себя, там, не знаю, греческий, может быть, индийский, когда мы говорим про еврейский подход, то его экзотерическая сторона, его негле, оно, безусловно, единобожие или панэнтеизм, но при этом на непроговариваемом уровне, на внутреннем, на очень глубоком уровне есть понимание многих ликов про Цуфим Всевышнего, но это вещь, которую не транслируют на публику. А в греческом мире и в христианском, и, безусловно, в индийском, там ситуация скорее противоположная, то есть там есть некая внешняя множественность и единство, которое только на каком-то очень глубоком эзотерическом уровне, то, что рассказывают только посвященным. Так вот, вот эта вот странная параллель между тем, как устроен этот мир, устроены эти народы, и человечество вообще тем, как устроен Кевьяхоль Всевышний, для Биана Мозука это тоже очень-очень важная, интересная деталь. И она, собственно, объясняет, почему, ну, на одной ноге объясняет, почему идея универсальной религии невозможна в принципе, во-первых, и почему для иудаизма существование остальных народов и остального мира, вообще говоря, неинтересно и неактуально. А вот и для еврейства существование других народов, каждого по отдельности и всех вместе, это, в общем, центральная проблема, собственно, ради этого и пришли. Вот, всё. А, единственное, что я ещё хотел добавить, то, что мне очень рассмешило вот в статье Асланова, которую он прислал, что он в упоминании Бена Мозагом слова «теософия» увидел влияние, или, по крайней мере, знакомство с Блаватской. То есть как раз вот тоже одной из свойств Бена Мозака для меня очень, не знаю, такое близкое и приятное и вызывающее недостижимую зависть, это наличие хорошего вкуса. То есть, по-моему, во-первых, это совершенно очевидно, то есть просто почитав немножко Бена Мозака в этом, по-моему, можно убедиться безоговорочно. Ну и, в общем, понятно, что Блаватской и Хороший вкус, они как-то плохо соотносятся. И я думаю, что одна из важных вещей, которая обычно ставит ему Бена Мозагу в упрёк, вот, я не знаю, там Максвелл Лурия, который на старости лет перевёл Бена Мозака на английский, он там писал, что это, конечно, был умный человек, но вот как же он так высоко относился к восточным религиям там всяким разным? Вот мы же сейчас в 20 веке, в конце 20 века перевод был сделан. Мы же понимаем, вот как, сколько молодёжи, вообще говоря, увлекалось там индийской традицией, китайской. Вот. Вот для меня как раз показатель того, чтобы на Мозаг к индийской, китайской традиции относиться, скажем так, пренебрежительно, это, с одной стороны, признак хорошего вкуса, с другой стороны, в общем, понимание того, что, когда он говорит про теософию, то я думаю, что речь скорее идёт не о Блаватской, там, я не знаю, о Йохане и Гихтеле или Якобе Беме или ком-нибудь ещё. Вот. Что совсем другой уровень. Вот. Всё, наверное. Игорь, я думаю, что наверняка есть вопросы, вот уже Сергей Долгопольский тянется к вопросу. Лёжа. Слышно меня? Спасибо большое. Я просто хотел прояснение, я так не очень знаком с материалом. Я не слышу. Сейчас голос. Вы сказали, что... Слышно меня? Да, сейчас, да. Алло, алло, меня? Да, да. Вопрос про верование. Бессмысленно искать общее верование для всех семейских народов. Вот. Это верование, это верование, оно, то есть, имеется в виду, что есть эзотерическое и эзотерическое, но в любом случае верование. То есть, насколько или евреи, или иудаизм зависят от понятия верования, в принципе, его схеме. Да, понятно. Сейчас попробую объяснить. Несколько точек. Во-первых, иудаизм, как мы сейчас вынесем за скобку, потому что из того, что я вижу, для него действительно иудаизм – это вещь побочная, не очень интересная и, скорее, уже относящаяся к прошлому и к такому не самому интересному прошлому. Вот. Он больше говорит про еврейство. И насколько слово верование, честно говоря, в его итальянских работах он говорит про догматику, кстати, это одна из очень важных для него вещей. Он постоянно подчеркивает, что в его эпоху, в нашу эпоху, он говорит, вот люди устали от догматических учений, а на самом деле я хочу заняться именно этим, я хочу заняться догматикой. Так вот, догматика для него важна. Он использует слово «религия». Слово «вера» выплывает, может быть, не очень часто. Я не знаю, я сейчас не очень хочу… Тут есть ещё вот какой нюанс. Я не знаю, может, это связано как раз со спецификой итальянской, скажем, а не французской. Он очень свободен в игре со словами. Он использует разные слова таким образом, иногда их заменяя, иногда их используя как метонимию, иногда используя одно и то же слово в разных контекстах, в совершенно разных смыслах. Я думаю, что франкоязычный или тем более немецкоязычный автор от такого бы просто упал в обморок. У него слова, там, скажем, я не знаю, там, знание, вера, религия, связь, они очень часто меняют друг друга, подменяют друг друга. И мне очень тяжело сказать, что он на самом деле думает. Насколько я понимаю, речь идёт не столько даже… Я думаю, что слово «религия» в этом смысле оно наиболее точное, более точное, чем верование, может быть, даже более точное, чем ивритское слово в данном случае. Потому что «дат» как раз в меньшей степени соответствует тому смыслу, которому, скажем, в итальянском или французском соответствует слово «религио». То есть, если хотите, я сейчас страшное слово скажу, но вот «едкошрут» на самом деле, оно более здесь уместно, чем верование. Запутал, наверное, да, не ответил, запутал. Только одно слово. Эмуна – это не как верование, не как верить во что-то, потому что это совсем позднее понятие эпохи атеизма, а быть верным. И «дкошрут» и быть верным – действительно это грек векающийся вещи. Может быть. Но на иврите, честно говоря, я читал на иврите его три книжки, ни в одно из них слово «эмуна» не попадало. Ну, собственно, это и правильно, потому что одна из них – это его комментарий, скажем так, востоковический комментарий на тонах и две книжки в защиту Кабалой. А основные, большинство его книг как раз по-итальянски. Вот, пожалуйста, Сергей, ты тогда спрашивай, говори. Просто завершить это и прояснить. Если так, то как тогда работает разница между эзотерическим и эзотерическим? Очень легко понять, когда речь идет про верование. Но если речь идет про эдкошрут или даже про религию… Ну, про религию, наверное, можно понять, что такое эзотерическое религие, экзотерическое религие. А вот про эдкошрут, если бы вы могли немножечко еще потратить время, я бы был бы признать. И я из того, как я это вижу, я думаю, что говоря про экзотеризм и эзотеризм, про Нигле, Нистар, он прежде всего говорит про какие-то феномены культурные. Вот в рамках данной культуры есть вещи, про которые говорят открыто и все знают, а есть вещи, которые являются достоянием адептов. Вот по Банамозагу в греческом мире знание о том, что богов много, это повседневное знание. Об этом в Гангруре, как это называется, воспитательность рассказывает детям. А вот знание о том, что существует единый, причем он не просто сила, а он воля, он личность, это знание, для которого нужно там спуститься по многим ступеням мистерий. Внутри греческого мира. Внутри еврейского мира Банамозаг утверждает, что ситуация противоположная. Знание о том, что Ашим и Хат, оно доступно всем, по крайней мере, как, я не знаю, как декларации, как понимание, как контекст, как очевидная вещь. Конечно, а как же иначе? А вот понимание того, что существуют лики, это понимание, которое является достоянием адептов. Другое дело, что насколько сама культура, она культура элитарная. То есть есть культуры, в которых нормальное состояние любого человека – это раньше или позже стать адептом. Ну вот я подозреваю, что одну такую культуру я знаю. Если можно, просто дополнение к вопросу Сережи, значит, про еткашрут. Насколько здесь уместно вообще слово «завет» или «союз» или «брит» на иврите, да? Насколько это слово здесь может оказаться синонимом и, соответственно, другим, чем «религия» или «служие веры»? Ну, может быть, да, может быть. Может быть, это очень интересный аспект. Как бы у нас есть, понятно, у нас есть два завета. Как же два? То есть у нас два. Ну, конечно, есть Ветхий завет с Новохом, и есть Новый завет с евреями. А, окей. Хорошо. Есть, может быть, у кого-то еще вопросы, замечания, прежде чем перейти к следующей пазе нашего разговора. Я предлагаю по регламенту таким образом, что мы сначала обсуждаем Бена Мозака, потом чуть-чуть тему, которую я хочу привнести, я сам скажу, потом Рава Леонас Кеннадзе с Нихамой, и потом мы обсуждаем общую тему, оставшиеся полчаса, так получится она каждую, общую тему «Израиль и человечество», что мы все тут, собрався, думаем на эту тему. Есть ли еще какие-то вопросы к Игорю на данный момент? Можно будет вас обновить их. Маленький вопрос, если он получается маленький. Я слышал, не знаю, в какой связи, где слово «догматика» означает. Что интересовало Бена Мозака в «догматике», как он это понимал, почему это стало актуальным вдруг, какой у него подход к этому, о чем речь это, собственно говоря? Я думаю, ну вот из того, что он говорит о догматической теологии, то же слово «теология», скажем, оно у меня, скажем, вызывает некие мурашки и неприязнь, но тем не менее. Вот. Это понимание того, что, во-первых, истина есть. Что, вообще говоря, неожиданные утверждения, очень сильные. И что эта истина постижима. И что есть люди или есть традиция, может быть, даже традиция здесь важнее, чем просто люди, которые к этой истине нас выводят. И альтернатива этому – это подходы, которые утверждают, что нет, собственно говоря, есть не истина, а есть эмпирический опыт. Вот догматическая теология Бена Мозака – это теология, которая основана на том, что есть истина. Есть истина, и это не вещь в себе. Что нам дан подарок, нам даны ключи к истине. То есть он имеет истину в откровении, не в смысле процесса постижения истины, как понимается культурным миром, так сказать. Он тоже понимает, что есть истина. Есть научная истина, есть и так далее, логическая истина. Научная истина – это не знаю. Я думаю, что здесь имеется в виду не научная истина. То есть в религии есть догматизм, и ясно, что человек, который верит, он верит, что Всевышний – это истина, и не та, и любая другая религия, в общем-то, здесь нет. Нет, нет, я думаю, что здесь немножко смещены акценты. Дело не в том, что я верю, что он истинный, а в том, что он дал мне возможность до истины, до каких-то её сторон, дойти узнать. То есть в отличие от научной истины, которые по определению относительно и временно являются результатом эмпирического опыта и правильного приложения протоколов. То есть есть некие протоколы дискурса. Когда я их правильно применяю, я получаю вроде бы правильный ответ. Вот это другое определение. То, что называется истиной, это некая метонимия, очень такая коварная, по-моему. А есть вещи, которые действительно являются истиной. Ну вот, я сейчас страшную вещь скажу, наверное. Вот то, что в неделе семь дней – это истина. Это очень важная истина, это очень большая истина. Ну не знаю. Ну и абсолютно нетривиальная. Это никакого знания как бы не даёт это определение недели и семь дней. Я думаю, оно даёт бездонное знание. Я знаю мало вещей на этом свете, которые дают больше знания, чем это истина. Ну я вот так поставлю вопрос уже как бы задену и Когина. Значит, у Когина предмет не дан, вот как истина дана, а задан. То есть мы постоянно находимся в процессе приближения или поиска, или... Короче говоря, даже наше восприятие, оно не обусловлено самим предметом, оно связано с нашей интеллектуальной деятельностью. Вот этот вот процесс, он как бы является именно научной методологией. и вот мы всё время как бы находимся в состоянии поиска. Вот. Значит, а здесь как бы получается, что значит, в чём отличие как бы, да? То есть он считает, что есть предел этой бесконечности, что мы можем до него дойти, что ли, как бы. То есть это есть его эзотерика как бы, да? То есть каким-то тайным путём дойти до этого конца, до этого предела, до абсолюта. Если можно, я хотел бы, поскольку, ну, при таком большом количестве людей и большом количестве тем придерживаться более-менее регламент, поэтому если разрешите, значит, то те вопросы, которые у кого-то наверняка возникнут, уже есть, давайте мы их обсудим в конце нашего сегодняшнего разговора, вы записывайте, можно в чате, кстати, посылать, все это прочитают. А я хотел бы сказать большое спасибо Игорю и, значит, перейти к второй теме, которая тоже определена весьма странным образом, потому что тема была заявлена как понятие Израиль-человечества, философии Германа Когина, но я хотел бы их чуть-чуть расширить, и поскольку в данном случае философия Германа Когина это только некий ключ, некоторое введение в эту проблему вообще в философском измерении, я буду говорить о Германе Когине в первую очередь, но тем не менее я ставлю вопрос немножечко более широко, а именно как вообще относится Израиль-человечество в аспекте философии. Значит, и очень любопытно, что Герман Когин, он был почти современником, Рава Ильягу Бенна Мозака, значит, ну, скажем, младшим современником, он мог бы, условно говоря, учиться, если бы он поехал в Италию, мог оказаться в общине, он учился, правда, в Бреславу, в Равинской семинаре Бреславу, когда был молодым человеком, вот, и тем не менее он человек той же эпохи, но совершенно-совершенно другой, а может быть близкой интеллектуальной перспективы. Значит, так вот, я хотел бы начать с того, что тема Израиль-человечества, в общем-то, тоже к какой-то степени придумана, с другой совершенно стороны, Германом Когеном. Ее не было в философии, по крайней мере, до Германа Когена абсолютно, значит, а Герман Коген ее ввел в философии только в 20 веке, и более того, во второй половине 20 века, уже после Холокоста, эта тема стала доминирующей, или одной из доминирующих европейской, первой французской философии, где евреи вдруг превратилось в философское понятие. Но вернемся к Когену. Коген в своей последней, наиболее значительной с этой точки зрения работе, которая называется «Элигия разума. Источники мудаизма», в самом начале этой книги задает себе такой вопрос, а вообще, откуда мы знаем, что есть такое явление, как человечество? Откуда это известно? Ну, вообще, что человек, как некое понятие, является чем-то, какой-то космически значимой реальностью. Ну, Коген отмечает, что античная философия этого не знает. То есть, да, конечно, был протогор, который сказал, что человек есть мера всех вещей, но, во-первых, имел в виду отдельного, каждого человека, по отношению к которому мы судим эти вещи, и уж никак не имел в виду человеческий род или человечество как целое. Ни для кого, ни для Платона, ни для Аристотеля нет понятия человечества. Хотя в какой-то момент для Аристотеля возникает понятие человека как политического животного, то есть государственного образования, которое объединяет людей и превращает их в некоторое целое, но это только государство, полис, а не человечество вообще. И тоже еще вопрос, в какой степени это человек, вот в этом смысле, сущностная категория. Герман Коэн, я сейчас вам покажу вот текстик, Герман Коэн говорит, что понятие человечества придумал, изобрел, открыл Фивон Александрийский. Я не знаю, насколько Герман Коэн прав тут, но, по крайней мере, в этом есть очень большая логика, потому что Фивон Александрийский это человек, который был одним из первых, кто пытался как-то между собой соотнести греческую философию и Тору. И, значит, Торя, философия это не Тора, Торь это понятие человечества, сказанное в первых же главах, но Торь это не философия, но он был философом. И вот он взял понятие человечества из Торы и пытался придать ему философский смысл. Вот я не буду читать то, что здесь написано, вы почитайте, это интересная фраза из другой книги Герман Коэна, извините, это не религия разума, это его «Этика чистой воли», значит, где он пытается понять, действительно, как относится один человек к всему человечеству в целом. Человеческая природа, идея воплощается через последствия государства. Но для Патона государство – это локальное государство, это полис, так же, как для Аристотеля и для всех прочих. А для Филона государство – это некоторое супер-государство, это то, что он называет мегаполис или мегалополис, это некая структура, которая объединяет всех людей в некое единое общечеловеческое государство. И это понятие общечеловеческого государства, оно такое довольно странненькое, и особенно оно должно быть странно для нас, говорящих по-русски, которые испытали на себе все неприятности понятия государства. Но, значит, Филон же, как и Аристотель, как и немецкая философия, государство рассматривает только очень высокую категорию. И с точки зрения Филона, государство – это есть то, через что человек реализуется в неком космическом масштабе. И если это говорить о мегаполисе или мегалополисе, то это мессианский уровень воплощения человека, индивида, который становится частью человечества. И здесь я хочу, как философ отчасти, спросить от всех, может быть, кто-то захочет что-то сказать по этому поводу. Я убираю этот текст Филона, кто не успел прочитать, прочитает потом. Значит, я хочу задать вопрос. Вот, собственно, откуда мы действительно знаем, что человечество существует? Ну, смотрите, вот ответ Аристотеля, типа того, что человек – это некий вид, для Аристотеля это очень важно, и что вид этот реализуется, раскрывается в государстве, а не в индивиде. Значит, этот ответ кажется очень странным, но он в любом случае не распространяется на все человечество, а распространяется только на какой-то отдельный полис Афины, в котором, значит, осуществляется человеческое сообщество, раскрывается государство, культура и так далее. А все человечество, откуда мы знаем вообще, что оно существует? Ведь мы же не можем на том основе, что это вид, заключить, что это вообще некое универсальное понятие. Ну, ведь существует много видов, но, например, есть волки, но ведь у нас же нету волчества, или слоны, нету слончества, нету такого, какого-то общего явления, общего понятия, которое объединяет какой бы то ни был вид. Мы же объединяемся человечеством, в том смысле, как мы сейчас употребляем это слово, не как вид, а совершенно иначе, как сообщество, как некое объединение, организации. И это совсем другое, чем вид, потому что для вида все равно, вот этот индивид погиб или этот погиб, это совершенно не важно, важно, чтобы вид сохранялся. А для человечества, и в этом смысле Аристотель, за ним Фион, конечно, абсолютно прав, что в государстве уже, для государства важно не только сохранение какого-то отдельного индивида, а важно сообщество в целом. И таким образом государство это некая попытка представить себе человека как некую структуру. Отсюда мы понимаем, начинаем понимать, почему вся немецкая философия, начиная с Канта, говорит, что государство это и есть механизм реализации человека в человеке. Человечество в человеке. То есть только при помощи государства, вот в этом, в этих смыслах, человек из эмпирического индивида, из какого-то частного Васи или еще кого-то, становится вообще гражданином, он становится некой космической фигурой. Он становится носителем культуры, литературы, законов, ответственности, свободы и тому подобное. Все это происходит в государстве. И поэтому, значит, вот эта философия, которая начинается согласно мнению Германа Когена с Фиона и до самого Германа Когена, но есть центральная фигура, который будет, наверное, Гегель, государство становится агентом реализации человечества в человеке. Но в этом случае мы видим, что никакого человечества не существует. По крайней мере, не существовало в 19 веке во времена Гегеля, потому что был Германия, была Франция, Италия, о которой мы только что говорили, но не было вообще государств, мегаполиса, мегалополиса не было. То есть, иными словами, человечество как феномен на наших глазах формируется, вот сейчас, вот времена этой эпидемии, значит, и, может быть, началось раньше, что все это, значит, когда вдруг возникает такое явление, как человечество вообще в целом, все люди связаны между собой, часто при помощи интернета и какими-то другими способами, когда то, что происходит в одном случае, в какой-то китайской пустыне, кто-то заражается, а мы тут, вы знаете, должны сидеть в изоляции, вот, то есть, возникает некая глобальная целостность, и это произошло только сейчас, в этом смысле, прямо на наших глазах сейчас происходит, и вот, это понятие, но тем не менее на философском уровне, понятие человечества уже в 19 веке, так сказать, сформировано, и вот Герман Коген, опять-таки, в той же книге «Этика чистой воли» пытается понять, ответить на вопрос, а что же является источником человечества, что же объединяет, ну, в данном случае, государство, потому что понятие человечества в этом широком смысле у него только потенциально, только как идея, а конкретно существует только государство. Нету такого единства, которое объединяет Германию, там, не знаю, эпохи Ваймерской республики, или, там, не знаю, Германию эпохи Бисмарка, и, скажем, какое-нибудь племя, которое живет в какой-нибудь центральной Африке. Они, конечно, объединены некими, но у них нету внутренней связи, методически это непрочерчено, через разу, что империи разные, которые, как расширение понятия государства. И вот, тем не менее, на теоретическом уровне Германии дает очень четкое определение государства, и, на самом деле, он просто берет то, что уже известно до него. В философии это было спроманировано Томасом Гобсом, потом Локом, Руссо, Кантом, Гегелем, Германии, но на самом деле, это понятие берется из более ранних источников, вы сейчас, конечно, сразу же узнаете, каких, а именно понятие завета или договора, или то, что называется общественный договор. То есть, люди объединяются в государство, заключив некий общественный договор. Но мы знаем с вами, что никогда никто никаких общественных договоров, по крайней мере, в исторических государствах, европейских, не заключал. Не было такой ситуации, чтобы все французы собрались и сказали, вот мы заключаем между собой договор о том, что вот мы будем государством. Это все происходило совершенно иным способом. Идея общественного договора, как я полагаю, тоже не Герман Коин говорит, а я, значит, она, но у меня есть источники, так сказать, промежуточные, она возникла из Торы. То есть, есть, по крайней мере, один прецедент, может быть, литературный, когда некий народ заключает между собой договор, это договор не только внутри народа, договор, как внутренний народ, так и договор международным блоком, что он становится неким, так сказать, национальным образованием, получает землю, устраивает свое государство, государство и так далее. Конечно, эти государства, они очень мало похожи на современные государства, тем не менее. Вот, понятие договора есть. Следовательно, получается удивительная история, что механизм реализации человечества, я возвращаюсь к проблематике Германа Когина, в государстве происходит при помощи договора который народ заключает между собой, а также с некими верховными инстанциями, это концепция во всех теориях общественного договора должна быть инстанция. Не просто мы заключаем между собой договор, а должен быть какой-то гарант этого договора, верховная инстанция, которая в каких-то случаях чисто теоретически, в каких-то более практических, рассматривается как Бог. То есть, скажем, Томас Гоббс был атеистом, но тем не менее у него есть Бог, который является инстанцией заключенного договора. Так вот, получается такая картинка интересная, что человечество реализуется, отдельный человек, как это описывает Герман Коэн, я хочу вот быть человеком, какой-то отдельный эмпирический человек, через государство, то есть, через тот договор, как в некоторой части меня, но идея этого договора приходит от еврейского народа. Она то единственное, где, то есть, понятно, что были полисы, это тоже договор в каком-то смысле, но вот Европу, как идея, так сказать, вот такого общественного договора и так далее, она приходит вот именно таким-то образом. Это имеет свою историю, этот процесс. Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом, а именно, идея человечества это универсальная идея, и так ее понимает Герман Коэн, которую человек может организовать через свою причастность к государству, а с другой стороны, это идея, так сказать, еврейская, это идея Израиля. Ну, в принципе, да, но с другой стороны, мы упускаем тут вопрос обсуждения, как бы, это интересно, потому что многие вещи очень параллельны возникают, мне очень понравилось, что одни и те же темы, они, ну, так и должны быть, наверное, являются ключевыми, поэтому возникают в каждом разговоре, хотя они, как бы, мы, мыслители очень разные и в разное время, но общие какие-то ключевые темы, они все время появляются, я бы думала, что, до Натана тоже никто не дозвонил, извините. Сказали, что у них у обоих занято. Может, они между собой не говорили? Они друг с другом говорят? А, они должны друг с другом говорить, раз Натан отвечает за... А, вот Илья появился. Ура. Илья, вас не слышно. Unmute. Включите микрофон. О, пока меня не было, я извиняюсь, что-то у меня просто упал интернет, я вернулся к вам, так что я очень рад этому, но вы что-то другое начали обсуждать? нет, мы ждали, ждали тебя. А, ждали, Ольга, огромное спасибо. Мы перемигивались, как тут сказала Аня. Ну, бывает, бывает, Котики все, все, все уши, эй, гамак, вылезай, все, тут пришло целая толпа котиков, обрадовавшись, что дверь открылась. Рина, я очень прошу сейчас выйти, Рина, ты понял меня? Выйти все, 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 да, так вот, я просто остановился на том, что действительно вот это понятие общественного договора, которое в европейской истории имеет свою особую историю, Герман Коэн рассматривает как некий механизм, при помощи которого человек становится частью государства, и в итоге может стать частью человечества. но при этом тут есть еще одно очень важное добавление, которое само по себе требует, конечно, времени, но, значит, у нас сейчас для этого особенного времени нет, но я, значит, все-таки о нем упомяну, это то, что, значит, Герман Коген, я об этом, впрочем, везде всегда говорю, потому что это очень важная для меня часть его философского учения, говорит, что механизм перехода от отдельного человека к государству осуществляется через отношения я и ты, то есть межличностного отношения. Он это объясняет в юридической терминологии, он говорит, что для того, чтобы заключить договор, то есть, если мы говорим о некотором государстве или обществе как некой системе партнерства, в этике чистой воли он именно так об этом говорит, то мы должны заключить договор, а заключение договора это всегда некоторые отношения я-ты, то есть, я на себя беру какие-то обязательства, ты мне тоже какие-то обязательства, в общем, мы становимся, и есть кто-то третий, который является свидетелем этого договора и так далее. И таким образом понятие общественного договора предполагает понятие межличностного общения. Это, на мой взгляд, я уверен, что многим это даже не понравится, эта теория, но она, тем не менее, в себе содержит невероятно мощную идею, а именно, что межличностные микроотношения между отдельной частной группой творческим сообществом, семьей, друзьями, коллегами на работе, оно приобретает смысл, значимость, некоторую общую, да, через это, вот через то, что мы устанавливаем эти межличностные отношения, прямо из этих межличностных отношений вытекает некоторая макро-ситуация, которая распространяется вообще на все человечество, на государство, на все человечество и так далее, вот через вот эту систему отношений. И таким образом Герман Коэн находит промежуточное звено между отдельным человеком, Ириночка, знакомь, пожалуйста, между отдельным человеком и человечеством, вот, и здесь мы оказываемся в как раз самой интересной проблеме, о которой я начал свое сегодняшнее сообщение, а именно, что Герман Коэн не только наткнулся на эту проблему Израиля и человечества, потому что у него получилось, что понятие человечества, как некоторое универсальное понятие, оно вытекает из еврейского миссионизма, то есть оно не возникает само по себе, так же, как я упоминал здесь понятие вулчества, слоновчества, клоповчества, не знаю, но если мы говорим, что понятие, скажем, кошачества и собачества, это вполне логичное понятие, потому что оно только через человека логичное, но на самом деле реально нет никакого собачества, вот, а человечество есть, и человечество есть через, как говорит Герман Конч, через еврейскую мессианскую идею, которая пытается нащупать путь, представить себе весь человеческий род, как не только единый вид, человеческий вид, гомо-сапиенс, не только как единый вид, но некоторое объединение, некоторое единство, некоторое сообщество, и, соответственно, меня сейчас видно, я исчез, тут, видимо, тема, которую я сейчас вам рассказываю, она какая-то опасная в духовном плане, эзотерическая, то электричество выбивается, то интернет падает. Ну, даже, даже интересно, если вы чуть-чуть приблизитесь к экрану, то отцвет экрана покажет ваше лицо. Да, вот мое лицо, пожалуйста. Все в порядке, включили свет. Все-таки наши силы работают тоже. Вот, значит, короче говоря, получается двойственность. Получается, с одной стороны, есть еврейство как понятие, а есть человечество как понятие, и как их соединить между собой, вот как их сопоставить между собой. Значит, это уже в последней книжке «Религи разума», действительно, о которой я упомянул вначале, эта проблема попывает на первый взгляд, потому что Герман Коэн говорит, что религия по своей природе универсальное понятие, то есть религия здесь, наверное, в довольно близком смысле к тому, что говорил Игорь, что это понятие универсальное, и оно, так сказать, общее понятие, общечеловеческое понятие и так далее, а реализацией этого понятия является иудаизм. Ну, потом возникают другие религии, которые как бы отпочковываются от иудаизма, воплощают иудаизм и так далее, христианство, ислам, какие-то другие, может быть, даже атеистические религии, неважно, но изначально религия – это иудаизм, то есть, поскольку иудаизм в себе содержит помещенскую идею, иудаизм, в данном случае, здесь, пожалуйста, можно еврейство, потому что здесь Герман Коэн, насколько я понимаю, не различает здесь этот юдентум с Ебрайкос или всякие другие такие вещи. Но это понятие, тем не менее, это понятие, оно, значит, здесь обращается в виде, значит, с одной стороны, еврейства, как носителя некоторого типа мессианской идеи, идеи всего человечества и так далее, но который при этом замкнут внутри отдельного человеческого коллектива. А с другой стороны, эта идея человечества, как уже некоторого формирующегося целого, значит, которая внутри, то есть, некоторые роди евреи спят и видят человечество, как некоторое, некий идеал. А с другой стороны, человечество, как некая реальность, оно существует, пытается объединиться и очень часто пытается объединиться при помощи отрицания евреев. Вот, то есть, значит, ну, как антисемитизм, это один из самых лучших, так сказать, механизмов, для объединения народа, как известно. Есть другой механизм, это объединение их посредством приношения жертвы в праздник Суккот в Руссалимском храме, но это сейчас не очень работает. Значит, получается, что у нас есть объединение человечества, все равно происходит при помощи евреев, при помощи идеи евреев, идеи вот этого мессианства еврейского и так далее. Вот, и здесь возникает проблема. Я, не знаю, может быть, вас удивлю, но я хочу остановиться именно на этой точке. Я хочу остановиться не на решении проблемы, а на самой постановке проблемы. То есть, Герман Коген, по крайней мере, я не обнаруживаю, у него есть какие-то попытки, он, например, разуждает о том, как хорошо объединить европейскую идею человечества, государства с еврейской идеей межличностных отношений, этики, как бы хорошо все это объединить. У него есть такие мысли, но Герман Коген был довольно импульсивным человеком, у него были самые разнообразные мысли, и я хотел бы отделить его великую философию, где он высказывает такие идеи на тысячелетия, где он так между делом еще и сформулирует какие-то эмоциональные воззрения. Когда началась Первая мировая война, он ужасно переживал за Германию, а в конце войны уже не так переживал за Германию. Значит, конечно, он не мог даже страшно с неба вообразить, что может произойти через 20 лет после его смерти, даже 15. Но важно здесь не это, а важно то, что он сформулировал некую фундаментальную идею, а именно, что идея человечества это идея еврейского народа, она живет, она происходит из-за недора еврейского народа, и она воплощается в исторической практике, воплощается в неком международном как бы сообществе между человечеством как реальностью, человечеством как идеей возникает проблема, потому что человечество как идея возникает в реальности, которая называется еврейский народ, между ними возникает некоторое противостояние, я хочу только обратить ваше внимание, что как раз в 20 веке, после Холокоста, когда философия начала говорить о еврействе, как о понятии, как о идее, этого не было до Холокоста, я думаю, что Герман Коэн здесь был одним из первых, просто напрямую говорит, Розенцвейк отчасти его перенял эту идею, но не было такой философской категории евреи, еврейства, вот, значит, может быть, я ошибаюсь, вот Сережа, который, кажется, еще нас не покинул, или уже убежал, кажется, убежал в Долгопольске, но у него куда-то было в самом начале, говорю, что будет с нами только час, значит, таким образом, ну, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы эта идея возникла, и вот она столкнулась, и вот сейчас мы живем в эпоху противостояния человечества и Израиля в каком-то концептуальном смысле, глубоко концептуальном, ну, политически у нас есть какие-то конфликты, есть, наоборот, какие-то договоренности, но, тем не менее, политически какой-то процесс происходит, а вот концептуально есть совершенно неразрешимая проблема, вот как ее разрешать, вот, я надеюсь, здесь, поскольку Маниту Раф Леоношкинази был учеником Якова Гордина, который был последователем Германа Когина, тут прямая связь имеется, но я хочу передать слово Нихаме, а, может быть, еще какие-то коротенькие вопросы есть, совсем коротенькие, потому что в основном обсуждение будет потом. Вопросов нет, замечательно, значит, тогда, Нихама, я передаю тебе слово, значит, тогда будем говорить про Маниту. Спасибо, я начала говорить, не включила звук. Я хотела вначале упомянуть, мы, помните, Илья, с вами как-то обсуждали, философ ли Маниту или нет, когда сказали, что создали энтологию философов еврейских 20 века, я говорю, а как же Маниту, мне даже так стало обидно, как же Маниту не философ. Задумавшись об этом вопросе, я все-таки решила, чтобы как-то принять какую-то позицию, нужно дать хотя бы какое-то небольшое дилетантское определение, что такое философ, а кто он, а что такое Рав или просто мыслитель, который не философ. В очень-очень примитивном виде мне бы казалось, что можно к этому подойти так, что путь философа это познание, исследование, мира и человека, когда он, ну, можно сказать, не все, конечно, философы, они феноменологии, но более-менее человек на личном опыте, на исследовании мира, он строит какие-то теории функционирования мира, духа, тогда как, при этом человек может быть религиозным философом, тара для него это один из важнейших источников вдохновения, понимания, тем не менее, главной базой философа это взгляд на мир и оценка его, и построение схем, как мир функционирует, а все-таки Рав, он исходит из тары всегда, и на базе тары он может пользоваться философскими методами, как, например, монету, и нельзя сказать, что монету Раврошкина здесь удален, что он недооценивал философию, он очень много ей пользовался, он основывался на опыте личным человеком, он апеллировал к этому опыту, тем не менее, основа для него всегда была вторая, он пытался научиться и научить всех правильно читать тару, то есть это то, чему Игорь упоминал, для него еврейское прочтение, это то, что называют еврею, еврейство по-русски, для него это очень базовое понятие, и кроме того, конечно, он понимал, в понимании монету Бог заложил в человека способность осознать тару, принять тару, верить, принять всевышнего, и эту способность нужно развивать, то есть философия для него это инструмент для того, чтобы вытащить человека, открыть ему то, что в него заложено, тем не менее, тару при этом первичный, в отличие от, скажем, философии Хаббата, которая вообще не говорит, что нужно это вот, как-то, что она сама откроется, только открой глаза, и вот, ну, я очень упрощалась, конечно, но тут есть различия между маниту, потому что для маниту вот это вот раскрытие того, что в человеке заложено, для него было очень важно, и вообще я не очень знаю, кто, у кого здесь какие-то представления маниту, его учения, поэтому, я думаю, опять же, в очень примитивном форме нужно немного сказать об этом, чтобы понять, в каком контексте вообще маниту говорит, когда он говорит о Израиле и человечестве. Учение маниту называется учение толдоты, то, что Илья упомянул в рекламе, что это как бы еврейское название истории. Но тут тоже важно сказать, увидеть здесь разницу между различными подходами, для мониту очень важно, что история еврейская, история, именно она история толдот. Мы знаем Редак, где Раби Акива говорил, что самое главное правило вторе это возлюбие ближнего как самого себя, а Беназай, насколько я помню, если я не ошибаюсь, он говорил, что самое главное это трудод Адам, это родословие Адам. Для мониту самое главное в центре всего стоит родословие. История это немножко другое. Он спорит с историками, для которых в центре стоят исторические события, развитие общества, формации и прочее, а человек играет некую роль, он живет в этом развитии. Но для мониту все наоборот. Главным в этой толдот, в историческом развитии развитии личности. Он называет это identity, по-русски идентичность. И развитие этой идентичности от Адама до того, что он называет Бен Адам, то есть мышехистская личность, мышехистская идентичность это цель всего творения. То есть творение сделано с целью, чтобы человечество прошло этот путь от Адама до Бен Адама до идентичности, которая на самом деле не обязательно и не только личность Мессии, но идентичность, к которой приходит все человечество. И поэтому, видимо, для него так важна вот эта преемственность. В каждом поколении есть некая идентичность, которая символизирует, воплощает развитие человечества на этом этапе. И в частности, вот это движение народа Израиля начинается с Ибриюта, еще раньше до Авраама, начинается с Севера, начинается с Семи, в которой развивается потом вот эта идентичность, которая потом все человечество в принципе должно привести к положению Бен Адам. Когда может быть стоит сказать про вообще общее представление Монету о сотворении мира, что для него это очень важно. Вообще все свои курсы он всегда начинал с бытия, с берешит, объясняя структуру творения, как оно развивается. Одной из самых важных для него идей, это опять же в очень большом прощении, это то, что в шесть дней творения у всего творения была свобода воли, и эта свобода воли выражалась в том, что оно могло исполнить указания творца, а могло не исполнить, что приводит к тому, что оно не исполняет на каждом этапе творения воля творца, и это, конечно, вещь, которая уже заложена в медрошапу многих, но монетует, развивает на каждом нentворении, показать, что для нас очень важно понимать, какие аспекты творения остались незавершенными, потому что на человека, потом на человечество возложено завершить творение, И для него это центральный момент, что задача человечества, задача этого развития от Адама до Бен-Адама, это совершая правильный моральный выбор, приводить мир к совершенству. На каждом этапе происходит развитие личности через правильный моральный выбор. И это для него действительно центральное место, хотя на самом деле это как бы всегда он напоминает, что это некоторый коридор, в котором человек выполняет возложенные функции. Потом мы приходим к некоторой точке, которая является целью или наоборот, началом нового этапа, этапа, когда человечество становится партнером Всевышнего в творении. То есть когда он выполняет эту цель, она заслужила этим быть партнером Всевышнего. И в центре вот этого морального выбора, он тоже много раз всегда повторяет, правильное понимание понятия братства. То есть вся тара основана на том, что происходит, она все время занимается вопросом братства, начиная с Калина и Эвеля и продолжая дальше. Это центральный вопрос, который человек должен для себя решить. В принципе, как тут уже говорилось, вот этот вот период послевоенный во Франции, там у них возникло большое количество религиозных мыслителей еврейских, которые реально они себе поставили задачу возрождения еврейской мысли, еврейской философии во Франции после катастрофы. И в том числе Левинас, Гордон, Ориеннер и так далее. Они все как бы были в некотором общем пространстве. И когда ты читаешь разных философов или мыслителей, да, к примеру, я хотела сказать, что Маниту в этом очень сильно отличается от Левинаса, хотя они как бы жили в одно время и общались в одной среде. Вот Левинас действительно он философ, потому что он феноменолог, он смотрит на мир и то, что он видит, он его оценивает, понимает, интерпретирует, находит это в таре. Девять талмудических чтений, он показывает, как талмуд там раскрывает эти идеи. Но на самом деле он, конечно, философ, в отличие от Маниту, но для обоих, и для Маниту, и для Левинаса, безусловно, существенным, очень существенным моментом тут является понятие другого. Не только для него, оно вообще стало, так сказать, очень важным во всей, во всей, всех, как сказать, во всем дискурсе современном. Хотя для Левинаса, конечно, другое, это просто центральное совершенно понятие, в котором он все охватывает. А Маниту, оно, часть, это учение толдов. То, что я хотела привести кусочек, сейчас, это тоже, как бы, соприкасается с тем, о чем говорилось раньше, из книги Маниту, ну, вы знаете, наверное, что Маниту не писал книг, в основном почти, есть несколько статей, есть несколько книг, но в основном все его книги, это его ученики перевели в книги, курсы, которые он читал. Конкретно это из одной из книг, это Сод, Медра, Шотл, Дот, то есть они все, все они почти связаны с Содом, хотя, конечно, Маниту основывается на кабале, который он, как бы, впитал с детства, но говорит он не на каббалистическом языке в основном. Но, тем не менее, его ученики называли книги Сода и Ври, Сода Медра, Шотл, Дот. Вот, небольшой кусок я сейчас, я кину это в чат, потому что, если я буду делать шеринг, у меня компьютер упадет, у него такое плохое свойство. Так что, если кто-то хочет посмотреть текст, посмотрите в чат. Он там пишет, каббалисты говорят, что человечество было подобно зеркалу, и это зеркало разбилось в поколение Вавилонской башни на 70 кусков. Тот, кто использует лишь один из осколков, видит искривленную картину. При этом нельзя отрицать, что есть какая-то картина, но она показывает только часть истины. Здесь мы видим, даже в этом маленьком отрывке, некоторый оттенок того, что не случайно происходит разбитие этой самой зеркало в эпоху Вавилонской башни. Видимо, это совершенно необходимое некоторое действие, чтобы дать возможность каждому из этих осколков, каждому народу получить даже искривленную, но собственную вот эту картину. И тут действительно есть, видимо, некоторая критика, мне кажется, я, так сказать, не очень подробно это просматривала, критика вот этого подхода Вавилонской башни как попытки создать универсальную религию, то есть единообразную религию во всем человечестве. И дальше в этой книге он дальше пишет о том, что у всего человечества, у всех народов, у них сохранилось внутри, в каком-то подсознании, в стремлениях представление о том, что нужно единиться, что это зеркало должно быть построено заново, что человечество должно существовать как некий единый организм. Это некоторое понятие, ощущение, осознание, которое существует, и которое толкает народы, империи к тому, чтобы создавать вот этого объединения. И каждый раз новая империя с этим импульсом, желанием объединения человечества, она пытается объединить вокруг себя другие народы тем, что она их захватывает, и пытается навязать им свою передовую идеологию, потому что она действительно правильная, единственная и та, которой все должны придерживаться. И на этом месте, конечно, дальше империи терпят неудачи, потому что есть в этом непонимание того, что каждый отдельный кусочек, каждый отдельный осколок вот этот, он не отражает правильную картину. А для того, чтобы картина была отражена правильно, эти осколки должны быть все собраны в правильном месте, как некоторая правильная мозаика. И в конце он приводит еще такой вот красивый, красивый, я еще один кусочек подоброшу, такой красивый пример, как сказать, Машарь. А, ой, я не сделала это самое. В прошлый раз я не просто я прочла, но мне никто не сказал, что она не появилась в этом самом части. Ладно, теперь видно, да? Человечество похоже на букет цветов. У каждого цветка своя роль. Если отсутствует какой-то цветок, букет будет неполным. Букет, который пытаются составить империи, это единообразие. Составлен лишь из одного вида цветов букет мессианского проекта... Из одного вида цветов. Букет мессианского проекта Израиля многогранен. Состоит из 70 разных видов цветов и вместе представляет собой настоящий букет. Роль Израиля быть объединяющим фактором, который возвращает изначальный букет. Цель мессианизма Израиля объединить человечество так, что каждая человеческая семья, каждая нация сохранит свою уникальную роль. А Израиль выступает только как царство священников, народ святой, объединяя всех. То есть это некоторые довольно частые идеи, которые у монету... И она, мне кажется, перекликается с тем, что здесь говорилось раньше. Может быть, с идеями Бен Музека. Что я еще хотела сказать? Может быть, еще стоит добавить, это может быть не совсем связано... Именно с отношением Израиля и народов. Но мне очень понравилась некоторая идея. Она стоит, видимо, обдумывания и осмысления. То, что я слышала от учеников монету, что отношение монету к идолопоклонству и к другим религиям. Утверждается, что проблема с другими религиями не то, что они идолопоклонству или нет. А главная наша проблема с другими религиями, это в том, что у них неправильно есть перекос в моральной установке. В каком смысле? Потому что по утверждению монету, отношения между человеком и человеком, то, чего Бог, в принципе, от человечества хочет, они очень сильно зависят от модели отношения человека и Бога. И в той религии, где эта модель искривлена тем или другим способом, оказывается искривленным отношением человека к человеку. Ну, можно, например, привести пример, может быть, тоже довольно... Не стопроцентно, естественно, но так приблизительно. Ислам, в котором отношение человека и Бога – это отношение абсолютного подчинения, когда мы это переносим на отношение человеку и человеку, то, естественно, отношение между людьми – это отношение как не отношение братства, а отношение хозяина и раба, управляющего и служащего. На этом я, наверное, остановлюсь на сейчас, если есть вопросы. Я думаю, что действительно сейчас стоит, может быть, несколько вопросов по монету, прежде чем мы перейдем к общей дискуссии. У кого-нибудь есть? Вопрос к Мехаме? Странно, так могу народу, и ни у кого нет вопросов. Трудно себе представить такое. У меня, конечно, есть огромное количество вопросов, но я пока помолчу, пожалуй. Ну, я хотел бы сказать, что странно, когда говорили об отношении к язычеству, к языческим народам, но в качестве примера приведен ислам, который как раз не относит к язычеству. Нет, нет, нет. Именно я… В том-то и дело, что даже у ислама, который не относится к язычеству, у него есть проблема в чем? В том, что он создает неправильное представление. А у язычных, тем более, какие… Если, например, японцев, которые относят к язычеству, то у них как раз этические нормы несравнимо выше из ислама и даже многих других, и, может быть, даже и христиан, и так далее. Это требует, я же сказала, требует обдумываний. Я не пришла здесь вот сказать окончательно. Тем более, в каждом конкретном случае это требует обдумывания и понимания, что там не так. Каким образом отношение между человеком и богом или богами, оно сказывается на отношении между человеком и людьми. Какие бывают… И опять же, если мы вернемся к этому примеру, о котором я говорила, примером, который приводил Манитур в этой книге, что в каждом осколке от этого зеркала у него есть совершенно необходимый элемент. Даже если там есть какое-то искривление, тем не менее, когда оно встраивается в общую картину, это дает возможность построения некой адекватной картины реальности, когда каждый кусочек находится на своем месте. Я считаю, что если братья пример как языческого Индия или Япония, то мы не видим, чтобы там морально-этический уровень, какие-то христиан, мусульман и даже евреевские. Это не совсем так, но просто это, мне кажется, сегодня не место, разбор конкретных примеров. Если можно, я бы как раз хотел бы вернуться к тому, что говорил Илья. Вот меня очень зацепило, и интересно было сравнение, что вот есть понятие еврейство как понятие человечества. А вот нет, было приведено там собачество или там пышачество и так далее. Но можно было бы интересно привести пример. Есть ли такое выражение по отношению к любой из национальностей существует? Нельзя сказать, вот есть русские, но есть, нет, русиство. Или есть украинцы, украинство. А, украинство, может быть, и можно сказать. И русиство тоже есть. А если можно, Иосиф, я к вашему, поскольку это в какой-то степени относится не к категории даже высказывания, а к категории вопроса к моему, правда, вопрос немножечко запоздавшего, но это не важно, к моему небольшому выступлению. И, безусловно, с точки зрения Когина и с точки зрения Гегеля уж совсем есть русиство, есть украинство, есть германство. Когин написал книгу «Германство и еврейство». В том все и дело, что есть понятие национальной идеи. И, собственно говоря, идея национальной идеи, она в какой-то степени перерабатывает вот эту концепцию в каком-то плане еврейства, то есть избранного народа, который переносится на любой другой народ, который воспринимается как универсальная идея, как универсальное понятие. Я как раз привел это совершенно неудивительно, что это было не очень понятно, то, что я сказал, поскольку это действительно такая сложная тема, требующая большого разговора, что с точки зрения европейской философии, почти что всей классической философии, начиная с немецкого романтизма, и французской философии, и немецкой, как угодно, государству или другое понятие нация, оно становится главным катализатором универсальности человека. То есть человек становится отдельный какой-то эмирический человек, он становится личностью, становится человечеством, становится универсальным понятием через, так сказать, резонаторную коробку того народа или того государства, которым сейчас мы не различаем, в данном случае народ и государство, в нациях это очень близкое понятие, в котором он живет. И в этом смысле, конечно, есть русичество, то есть украинства не было почти что, но сейчас появилось. А русичество есть давным-давно, это русская идея, когда человек какой-то становится, это может быть по происхождению кем угодно, включая эмиреям, французам или китайцам, но он становится человеком, как бы сказать, воплощая в себе русскую идею. Так что такая концепция есть. А вот кушек, собачества нет. И это говорит о том, что объединение собак, оно не носит, так сказать, носит в этом смысле, скорее, хотя, может, биологи со мной не согласятся, оно носит механизм самосохранения. То есть собаки объединяются не для того, чтобы сохранить отдельных индивидов, в конце концов, сохранить вид. А вот люди объединяются не для того, чтобы просто сохранить вид людей, а для того, чтобы реализовать вид идей. И вот здесь вот начинается то, что Герман Коэн называет мессианской, еврейской мессианской идеей. И как раз то, что мы слышали о Нехаме, я ей очень признателен, кстати, потому что я действительно достаточно плохо знаю, хотя про Равашкинадзе слышал уже 30 лет, с всех сторон, но я достаточно плохо понимаю реальное его учение. Хотя вот про это Сота и Ури я слышал, и читал даже немножко. Но дело в том, что, конечно, здесь идет перепев идей Когина, и мне очень легко сравнить этот перепев с перепевом, который я нахожу у Франца Розенцвейга, тоже эту же мессианскую идею воспринимает от Когина и дает ей совершенно другой ход. Значит, то есть да, как я и подозревал, и продолжаю подозревать, что Когин здесь некрозненная центральная фигура в раскрутке неких концепций. Значит, и все-таки получается, что вот эта идея человечества, которая, спасибо, Иосиф, за дополнение, конечно, она возникает не только через Иврис, она возникает изнутри каждого народа, который стремится к универсальности, об этом Когин тоже пишет, и все-таки идея универсального человечества, не народа, как универсальная идея, потому что каждый народ, в принципе, склонен видеть себя как некую самодостаточную целостность. И в этом идея имперскости, так сказать, немецкой культуры, французской культуры и так далее. А у евреев здесь проблема. С одной стороны, евреи тоже видят себя в качестве некого универсального понятия, а с другой стороны, они сами являются диссидентами по отношению к этому понятию. Как в свое время одна моя знакомая китаистка сказала, что евреи очень похожи на китайцев, потому что они в каком-то смысле ассимилировали в себе весь мир, потому что, собственно говоря, идеи иудаизма, Библии и так далее стали общечеловеческими идеями. С другой стороны, отличие евреев от китайцев в том, что при этом евреи сами оказались в оппозиции к той идее, которую сами же породили, потому что они продолжают настаивать на свою самостоятельность, на свое понятие, не хотят растворяться в общности, которую они сами же инициировали. И вот здесь как раз главная проблема, как мне кажется. И я предлагаю тоже обратиться к ее обсуждению. Может быть, Игоря попросить вернуться к разговору и, может быть, отреагировать на два доклада, которые были после тебя. Ну и, в общем, всем предоставляется микрофон для высказывания мнений относительно этой проблемы израиля и человечества, как оно было артикулировано здесь. И я также призываю кого-то, кто захочет выступить об этом будущем, может быть, специальном. Я думаю, это наш сегодняшний разговор не последний. Может быть, в следующий раз мы через две недели можем собраться, и кто-то еще захочет что-нибудь интересное, сделать у себя интересный доклад. Но пока что, Игорь, ты можешь что-нибудь добавить? Нет, я ничего там не понимаю. Для меня слово «философия» абсолютно чужое, поэтому я могу только слушать с большим удовольствием. Ну, а как эти идеи, как сочетаются с тем, что тебе так понравилось в Ильягу Мазега? Ну, в одном случае мне очень нравится оригинал, в другом случае очень не нравится. Все остальное неважно. Окей, хорошо. Господа, ты на... Я хочу... Илья? Да. Илья, я хотел бы добавить, что вот вообще сейчас, в современном мире, как раз вот это понятие еврейства, особенно в антисемитах, очень... Это выражение «мировое еврейство» очень популярно. И это стало такое понятие, которым очень много оперируют. Ты упомянул такое экзотичное слово «русичество». Я впервые его услышал. Интересно, что оно существует, но никогда его не слышал, впервые его слышал. «Мавианство», пожалуйста, «русская идея», сколько угодно. Нет, «русская идея» – да. Но именно русическое... А вот такое понятие, как особенно «мировое», в сочетании именно «мировое еврейство». Это очень сейчас встречается часто, особенно в антисемитской печати. Я могу здесь только маленько сделать замечание. Мне кажется, важно для нашего разговора, если говорить, некоторое довольно-таки различие между понятием «мировое еврейство» как неким элементом антисемитской пропаганды, которая тоже очень интересна, безусловно, и которая, в общем, существует уже лет 200, как минимум. И то, что произошло после Холокоста, когда понятие еврей стало понятием философии. Ну, я думаю, что вы многие слышали про книгу Эллина Бадью «Об имени еврей». Значит, есть целое направление в философии современной, которая к евреям, как таковым, не имеет ни малейшего отношения, но тем не менее, которая пытается, в первую очередь, в французской философии, которая понятие еврей стало неким фундаментальным понятием. И я думаю, что это процесс, в его степени из этого же ряда, из нашего. Потому что, и это совсем не то же самое, что мировой заговор там, или какие-то такие другие вещи, которые говорят антимиты. Нет, конечно, можно считать, что, наверное, Бадью тоже своего рода антимит, но, по крайней мере, он очень тонкий антимит, и у него понятие, вот имя еврей, значит, как бы у него это связано как раз с развоплощением нации. То есть, что, ну, одной из главных идей еврейства, как он ее понимает, это идея человечества, идея универсальности, и что евреи жертвуют, поэтому для него главными евреями являются Спиноза, Маркс и, значит, апостол Павел, который готов отказаться от своего евреевства ради универсального человечества. Эта тема очень острая и болезненная, как вы понимаете, для французов и для других народов, особенно для христианских народов, учителем которых является, в какой-то степени, это самый апостол Павел, который, говорит, несть эллины, несть иудеи, то есть, который настаивает на универсальном человечестве вообще. И вот здесь вот эта диссидентская, как я сказал, идея еврейства, которая говорит, нет, мы, конечно, хотим универсального человечества, но в то же время мы хотим остаться сами народом, мы хотим также сохранить свою инаковость, свое отличие по отношению к этому человечеству. Вот здесь вот, мне было бы, конечно, страшно, интересно узнать, что по этому поводу думали и раби Лиаго Бенамозак, и Маниту, а именно, почему евреи не только являются носителями этой универсальности, но еще и должны ей противостоять качество своей уникальности и сохранение своего... Вот, кстати сказать, я думаю, что Герман Коэн это, может быть, не понимал достаточно ясно, а вот Розенцвейк уже понимал. Кто понимал? Розенцвейк. А, Розенцвейк. Розенцвейк, Франц Розенцвейк. Окей, да. Господа, есть кто-то, кто... Это вообще тема очень интересная, для меня это чрезвычайно интересная. Здорово. Но давайте попробуем, может, у кого-то еще из участников нашего форума сегодня есть чего сказать, потому что, я думаю, нам в любом случае уже нужно завершать нашу беседу. Но если есть какие-то реплики, мнения... Можно я пару слов скажу? Пожалуйста. Значит, я считаю, что вы очень все правильно поставили как бы на свои места. Я как бы, если я правильно вас понял, что, в конце концов, в том контексте, в котором мы сегодня находимся, да, то есть это, и, собственно, и раньше это всегда было, но сейчас это как бы немножко как бы усложнилось, поскольку проблема евреи и человечества, в общем-то, она, в общем-то, очень давняя, действительно исходит из Сторы. Вот, и она существует только для евреев, а не для человечества. То есть различие заключается в том, что евреи понимают мир как систему, по крайней мере в том, что они выделены, они избранный народ и другие народы. А другие народы понимают мир как конгломерат, да, это термины Канты, да, то есть у них нет, они не понимают мир как систему. Все как бы равноправны, все одинаковы. Вот я строю такую модель как бы, да, то есть есть круг, на нем как бы все точки, это как бы другие народы, а центр является евреем. Есть народ, среди народов не числится, то есть он не на кругу, но этот центр, эта ось, она определяет вокруг себя как бы вот это человечество, да, и это чисто еврейская проблема на самом деле, да. Сейчас почему эта проблема усложняет? Во-первых, потому что создано еврейское государство, и стоит вопрос, как мы должны, так сказать, подключиться к этой общей семье, это первое. А второе, это заключается в том, что есть другое понятие человечества, которое заключается, благодаря средствам связи и глобализму, понимается человечество как некое единое функциональное целое, да, вот, а евреи как бы, с одной стороны, они как бы имеют свою идею системности, что они как бы избранный народ, и они как бы вот, а с другой стороны, они хотят быть как все, да, и я ощущаю, что это, в общем-то, самая центральная проблема, в которой мы, в общем-то, сейчас стоим перед ней, да, то есть, особенно в лице постмодернизма, когда все как глобираты, он еще больше себя показывает как глобираты, даже стираются национальные какие-то различия, вот, попытка, по крайней мере, сейчас это как бы обратный ход идет все, а евреи, вот, у них, кстати, проблема, они не могут предъявить свою особенность, поскольку все от нее отказались, отошли и не принимают ее, ни христианство, ни ислам, буддинс вообще в стороне, вот, а у евреев она их национальная идея, и создается вопрос, то есть, должен ли, должна ли еврейство сохранять свою эту, эскатологическую эту идею, эту идею, так сказать, или спасение, или машеха, и так далее, вот, или он должен, как бы, то есть, получается, он снова должен быть евреем дома, евреем теперь в своем государстве, и быть таким, обыкновенным теперь народом среди других народов, да, то есть, две стороны, как бы, получается, да, то есть, мы снова раздваиваемся, даже создав государство, мы оказались в раздвоенном положении, так же, как когда-то евреи в Германии, там, говорили, что вот он немец, так сказать, по принадлежности, а еврей по национальности, а сейчас мы оказались евреи в своем государстве, а с другой стороны, мы должны быть как-то просто среди народов, и вот, получается, что, как бы, это довольно-таки сложная проблема, и, действительно, я считаю, что вот идея диалога, да, она в каком-то смысле ее решает, то есть, если есть... Эмиль, большое спасибо, просто, очень большое спасибо, то, что вы так, по-моему, хорошо проакцентировали вопрос, я хочу маленькое только замечание сделать, я думаю, что, может быть, у кого-то из других участников тоже возникло здесь некоторый дискомфорт с этой концепцией круга, совершенно очевидно, что евреи не находятся в центре этого круга, то есть, эта идея, что еврей находится в центре круга, она, так сказать, сколько угодно раз могла появляться, на самом деле здесь какой-то совсем другого типа пространства, я думаю, что она не эпклидова, может, лента Мёбиуса какая-то, евреи находятся в некотором другом, в каком-то смысле, измерении по отношению к вот этому кругу, и это действительно проставлено уже, начиная с концепции Авраама, который перешел на другой берег реки, другой берег реки не находится в центре круга, значит, евреи находят, я использую слово «оппозиция», мне кажется, вот, на самом деле, это проблематизирует значительно лучше, то есть, с одной стороны, большое спасибо спроблематизировали ситуацию, сказали, что вот есть круг народов, а евреи как-то непонятно где, так вот, евреи не в центре этого круга, евреи связаны с этим центром, да, но при этом они находятся в каком-то совершенно другом измерении, и здесь есть проблема, потому что, с одной стороны, сам круг действительно возникает в какой-то степени из Библии, из вот этих мессианств, еврейского мессионизма и так далее, и так далее, и между тем, конфликт, в хорошем смысле этого слова, значит, то есть, некоторое напряжение, напряженность между вот этим универсализмом и вот этим частным желанием сохранить свое собственное лицо, я приведу один только простой пример, когда строители Волонской башни, в общем, у них не получил все их проекты, башня развалилась, они пошли, каждый поселился в своей земле, около своего, в своем языке и так далее. Эта картинка описана еще в предыдущей десятой главе, книги Берешит, но при этом оказывается, что в какой-то ситуации лучше быть партикулярным народом, одним из семидесяти, или из семидесяти одного, чем претендовать на вот этот самый универсализм, то есть в некотором роде лучше быть, условно говоря, австрийцами, которых там всего 7 или 8 миллионов, не знаю, небольшим народом, но ты настоящий народ, чем быть австрийской империей, которая всех объединяет, строит такую Волонскую башню. То есть, иными словами, значит, вот эта идея партикулярности, вот сейчас есть объединенные Европы, и тоже, даже самая проблема возникает, как соединить вот этот универсализм мессианский и партикуляризм, вот в этом и главная ключевая проблема. И это точно не проблема отношения центра и периферии, это какая-то другая, более сложная проблема. Может быть, у кого-то есть какие-то идеи? Можно это... Да, если можно, да. Саша. Я эту схему, как бы, даже не придумал, она существует как бы в Таре, то есть, речь идет о храме. Храм имеет... Эмиль, это понятно. Давайте сейчас дадим другим тоже слово высказаться, если можно. Вот, Саша, ты хотел что-то сказать. Да, я хотел сказать, что вот для обсуждения этих проблем, мне кажется, совершенно невозможно пренебрегать современными исследованиями национальной идеи. То есть, когда... Я думаю, что то, что говорил Йософ про русскость, немецкость, человечество, это все явление нового времени, это, собственно, показано современными исследованиями, это парадоксально очень звучит, но вот идея нации появляется в новое время. И, значит, понятно, что что-то было до этого. И это... Что было до этого, не очень понятно, на самом деле. Но не такая вот идея нации. Вот, Лех, когда ты строил свои вопросы... Извините, может быть, можно спросить, вы имеете в виду национальную идею или идею нации? Как бы я немножко запуталась. Да, национальная идея, я не вижу разницы. Национальная идея, идея нации... Нет, идея нации, идея нации, это идея о том, что существуют нации. А национальная идея, это идея, которую нация несет. Это немножко разное. Не, не, не. Ну, не совсем. Просто, как только появляются нации, у каждой нации появляется национальная идея, которую она несет. И одно без другого не существует. И, значит, безусловно, люди объединялись в какие-то общности. Но проблема была в том, что... Есть очень много свидетельств этому. Это трудно действительно осознать, потому что речь идет о культурах, сильно отличных от нашей. Вот историки, медиевисты пишут, что на рубеже 16-17 веков у людей впервые появилась возможность осознавать какие-то большие совокупности людей как нечто целое. То есть люди стали мыслить социальными категориями. До этого они так не мыслили. И, в общем, здесь, мне кажется, требуется какой-то более тонкий подход. То есть я согласен, что не стоит говорить, что вообще не было ничего. Безусловно, были... Вот безусловно, в Библии есть народы, которые там как-то действуют как единое целое. Но также совершенно понятно, что это не является национальной идеей. И вот в том виде, в каком это сформировалось в новое время. вот так что для постановки вопроса про общественный договор, идея, ну, собственно, идея общественного договора это тоже одно из порождений вот этого нового, нового социального мышления. вот, в общем, все, что я хотел сказать. Большое спасибо. Может быть, у кого-то есть еще тоже какие-то замечания или соображения, что это, мне кажется, важно замечание, по крайней мере, из профессионального, так сказать, из академического некого ключа. Интересно, я вот подумала, что действительно, может быть, если это реально так, то народы существовали, а национальная идея вырастала у них постепенно, очень не сразу. вообще понимание о том, что нужна какая-то национальная идея, что она должна быть, что она потом чему-то, где-то должна как-то работать. Вот с этой целью, может быть, народы разделили, как сказать, если мы говорим с точки зрения Библии или Танаха, да, или Тары. А реальная реализация вот этого вот национальной идеи, так сказать, идея о том, что она должна быть у нас, например, у русских, у украинцев, у политинцев, она постепенно очень врастает. Так вот я подумала. Но это некоторые факты исторические, то, что национальная идея в таком виде сформировалась действительно вновь время, то, о чем сейчас сказал Александр Львов. Но тут и вопрос о том, что было до этого. Мне кажется, у меня только есть одно уже давно сформировавшееся невозражение, даже, Саш, потому что ты сказал, а как бы поворот немножечко в другое измерение, в другую сторону. Мне кажется, что не совсем корректно сопоставлять между собой такие социологические категории, которые ты используешь. действительно нет никаких сомнений, что понятие наций сформировалось в новое время. Как это происходило, каким образом и так далее, мы можем об этом думать. И как бы одна из, возможно, по крайней мере, точек зрения стоит, не точек зрения, а исторических разработок, стоит в том, что в этом как раз библейская идея, и в том числе, собственно говоря, вот все эти концепции, которые изложены там в Библии, они-то сыграли решающую роль в формировании концепта наций. Значит, происходило, как это происходило, все достаточно хорошо исследовано, но, может, требуется еще более подробного исследования. Вот. Но поэтому бессмысленно противопоставлять как бы одно дело. Вот Когин говорит, что есть одно дело, мессианская идея, которая как бы находится в текстах, в головах, в мечтах, и то, как она воплощается в конкретной исторической практике. Это, как раз, очень интересный вопрос соотнести эти две реальности, но я хочу еще раз проакцентировать, все-таки это было очень важное, спасибо, замечание по поводу истории, истории формирования наций и так далее. Но, собственно говоря, когда Когин прекрасно знает, что нации возникли в новое время, значит, знает того, как это происходило, на историческом уровне, на определенном плане это все хорошо известно. Нет, Когин еще не знает, это в конце 20 века. Это в конце 20 века как скандальное открытие. Не, 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 он прекрасно знает. Извините, тут я с тобой, как раз, и не согласен. Это не знают антропологи, которых еще тогда не было. То есть, они тогда только возникали. Антропологи это узнали уже сейчас. А некоторые люди, скажем, в том числе, некоторые философы, прекрасно это знали. И Гегель просто об этом пишет, огромное количество всего пишет просто. И Шеллинг об этом пишет. Это философы знали в начале 19 века. Это недавно произошло только, но они уже это хорошо знали. Другое дело, что ты прав, то исторический процесс, как это происходило, как это формировалось, и так далее, они, конечно, не знали. Но сам факт, что это произошло, они, безусловно, знали. Так вот, сейчас не об этом разговор. Разговор более интересный, на мой взгляд, состоит в том, что здесь происходит некая коллизия историческая. Есть понятие человечества, которое формируется из некого библейского идеала. И есть понятие русичества, или, извините, это шутка про русичество. Конечно, я говорю про русскую идею, про идею России, и так далее, так же, как и идею, французскую, английскую, немецкую, и так далее. Вот, например, идея, не знаю, там арабская, она появилась уже в середине XX века. Не было такой идеи. А многих народов, которые еще до сих пор не имеют таких идей, они возникли тоже из того же основания, по крайней мере. Я это так понимаю, что идеи, национальные идеи тоже возникают из библейского контекста. То есть, в конечном счете, из идеи еврейства. И тут возникает такой внутренний парадокс, что еврейство с одной стороны, одной своей частью ведет к идее универсального человечества, как идеала, и как универсальности, как космополитизм, слово, вот это, космополис, пиона, не случайно здесь прозвучало. А с другой стороны, идея парадикуляризма, мы не такие, как все, вот у нас есть своя собственная культура, мы отличаемся от других и так далее. И то, и другое, вот что я хотел сказать, и то, и другое возникает из одного и того же ядра, из одного и того же основания. И их сопоставление, было бы очень интересно посмотреть, а как это рассматривает, скажем, та же самая еврейская мистика или хасидизм. Мне лично было бы страшно интересно об этом что-то услышать, если бы кто-нибудь согласился, вот я вижу, Иглом пока что еще здесь, но молчит почему-то. Вот, значит, было бы очень интересно попробовать понять, как, например, эти проблемы рассматриваются внутри вне драх хасидизма, который современен, то есть, который относится к началу тоже 19 века, в основном, потому что большая часть хасидской литературы появилась все-таки значительная ее часть, по крайней мере, в первой половине 19 века, она продолжает появляться и сейчас, но, вот, и она тоже реагирует на те же самые проблемы, которые реагируют Илья Беномозек и Герман Коген и Маниту, было бы интересно посмотреть другие повороты этой темы. Вот здесь есть еще несколько в чате вопросов, может быть, значит, Нехан, ты видишь, вот вопрос, по-моему, тебе, а, про Маниту, а, или это замечание, скорее, от Тани. Я думаю, это все видят, вот, если, больше у них никаких замечаний, у Нахмана есть замечания, я слышу, я вижу. А, ну, Нахман, я удивляюсь, почему это Нахман здесь, у них до сих пор нет замечаний. Потому что оно сейчас возникло, я подумал, вот что, во-первых, я, безусловно, с тобой не согласен, мне кажется, что все народы там свои национальные идеи, почерпнули евреев, ну, в общем, не хочу, так сказать, не знаю, в общем, смотри, мне кажется, микрофон. Да, просто он очень далеко от меня, я, точнее, далеко от микрофона, что сейчас у нас такая ситуация, что буквально, ну, там, 100-150 лет назад, как бы, когда там появились современные средства, там, транспорты, связи, народы, собственно говоря, стали соприкасаться друг с другом. До середины 19 века человек там рождался, умирал в своей деревне, это относилось к 99% людей. Вот, и сейчас только, как бы, массово, то есть понятно, что были какие-то путешественники там, единицы там, которые там, всякие Марко Полу, которые плыли в Китай и видели, что там происходит, но к массе людей это никак не относилось, да, так сказать, до последнего времени. Вот, и сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, и мы увидели, да, там, культура, как бы, народов, и я думаю, что, безусловно, там, народы со старой культурой, там, говорить о том, что китайцы, японцы и так далее, которые там ничего не знали про евреев, они унаследовали от евреев национальные идеи, это, мне кажется, ну, так сказать, насилие большое, что национальные идеи, безусловно, были, и я уверен, и мне кажется, было бы полезно их вычленить, скажем, я чувствую, что национальные идеи, национальная культура, там, скажем, даже между относительно близкими народами, допустим, между англичанами, французами и немцами, они абсолютно кардинально отличаются, тем более, если мы пойдем дальше, там, да, так сказать, индустрия. Не было французов недавно, французы возникли в конце 19 века. Не важно, я говорю, да, в плане, так сказать, формального определения нации, да, это все, я согласен с Сашей Львовым, но, как бы, ощущение такой вот французской культуры, так сказать, французскости, английскости, оно было, так сказать, с 10 века, из тех пор, как они там разделились, мы можем, так сказать, эти различия в культуре вполне вычленить, это было бы интересно, так сказать, на чем каждый народ сосредотачивается и в чем он видит свое отличие, потому что оно явно присутствует, абсолютно, так сказать, между английской и немецкой культурой, французской, итальянской, довольно легко найти кардинальные отличия, там, тем более, там, говорят, о китайской, там, японской, индийской и так далее. То есть, они потом спроецировались, там, когда идея нации возникла, они, так сказать, отличия туда спроецировались, но они были заложены, там, в национальной культуре до этого. Можно, не были вычеркнуты евреев. Я хочу возразить, в общем, правильно, Нахамов возразил, национальная идея, потому что сейчас говоришь, национальная идея, есть народы, теперь есть нации и так далее, это было давно и в библиейские времена были народы. Но национальная идея, это нечто совсем другое. И здесь надо четко определить, что мы подразумеваем под национальной идеей. Я думаю, что национальная идея, это сознание некой особой миссии этой нации или этого народа, как еврейский народ осознает свою особую миссию. И вот здесь, я думаю, это воздействует и другие народы по типу евреев тоже хотят осознать, какая, возможно, у них есть своя особая миссия в этом мире и в истории вообще человечества. Понимаешь? И вот здесь вот это и есть национальная идея, это миссия. Вот. Эту миссию ты можешь видеть из того, что этот народ внес в человеческую историю. Не должно быть записано в каком-то программном... Внёс это в прошлом. Внёс это в прошлом. А миссия, миссия это в будущее. Нет, нет, Язев, нет, не в будущем. Если народ существует тысячи лет, у него уже было миллион возможностей свою миссию исполнить. А ты смотришь, можешь посмотреть на английскую историю, что они за тысячу лет с Венгельма-завоевателя сделали на французскую, на итальянскую. Это прекрасно. У них была своя миссия, значит, она закончилась. Безусловно, у них была своя миссия. Да, значит, она была. Была. Вопрос, миссия была. Вот евреи, еврейский народ, одно миссианство, это в будущее, это ощущение своей особой миссии в будущем. это то, что человек, или там народ, несёт на протяжении всей своей жизни. Это его вклад, это его миссия есть. Это не обязательно будущее, разница в языке. Я думаю, что там не стоит сейчас входить, так сказать, ну, такие, я бы сказал, внутренние обсуждения слов, что такое миссия, но мне кажется, действительно, то, что я с Йосифом абсолютно согласен, что идея будущего, как идея некого предназначения, и всё такое, прочее, вы говорите, миссия, как некоторая, достаточно фундаментальная библейская идея, которая, безусловно, мы не наблюдаем других народов до того момента, когда они соприкасаются так или иначе с библейскими текстами. Такой момент есть. Но, господа, я думаю, всё-таки наше время закончилось сегодня, поэтому всем огромное спасибо. Давайте мы, может быть, через две недели, если кто-то возьмётся, наберётся смелости и высказит свою какую-то версию, я думаю, эта тема «Израиль и человечество» стоит продолжить, она, мне кажется, сегодня максимум мы только что-то поставили, хотелось бы об этом подумать, поговорить, может быть, кто-то закончил подготовить по этому поводу какие-то ещё сообщения на каких-то других источниках, которые мы не затронули. Но сейчас пока что всем большое спасибо, да, правильно я говорю? Спасибо, спасибо всем.